здравствуйте дорогие друзья всем доброго время суток благословенного нового дня и жизни под покровом когда мы живем в период когда состарился век состарилась и беззакония даже усилилась потому что всегда посев меньше чем жатва жатва больше посева и поэтому когда предыдущие поколения что-то сеяли когда мы с вами что-то сеяли в результате начинает сходить этот урожай хорошо когда посевы были с богом поэтому мы можем также востребовать добрый урожай в жизни нас и наших детей и это тоже важно делать потому что пассивная позиция она не приветствуется небом всегда людям очень важно понимать кто мы и где мы и что мы можем сделать прямо сейчас и тогда когда мы просыпаемся к новому дню поблагодарить бога не только за этот день но за возможности крови христа за возможность его слова которое нас оберегает и сохраняет от бедствия защищает нас от насилия потому как сегодня у нас с вами действительно есть это право и привилегия и поэтому говоря сейчас про фомарь которая оказалась под воздействием под влиянием прежде всего выбора сделанного когда-то давидом ведь он произвел мы не знаем насколько это было насилие над вирсавии но по крайней мере это было его властное решение которое подчинила другую женщину замужнюю женщину а потом и еще плюс к тому убила того кто был ее мужем мы сейчас говорим о давиде поэтому я хочу друзья чтобы мы понимали отцы и дети это всегда взаимосвязь дети оказываются под влиянием отцовского решения родительских решений и потом заложниками многих решений которые делают родители поэтому дай нам бог мудрости как этого избежать неправильного посева и позвал отрока своего который служил ему и сказал прогони эту от меня вон и запри дверь за ней отрок который был в доме царя каждый мог прибыть представлен к разным детям царским у фомари такая же позиция она царская дочь однако слуге своему приказывает амнон что сделать пренебрежительно говоря о ней не называя даже имени и вот этим самым друзья хочу сказать что когда нам трудно кого-то называть по имени когда ненависть начинает застилать глаза это очень печальные признаки и надо для себя принимать решение буду ли я в этом жить ли либо я с этим буду разбираться как можно быстрее поэтому если вы о ком-то вспоминаете и внутри вас начинает подниматься какой-то может быть бунт или какая-то негативная реакция ненависть либо нежелание вообще мыслить об этом человеке это первый признак что внутри вас есть огромная боль обида и ненависть которая пришла может быть уже к этой стадии нежелание видеть нежелание общаться нежелание наводить мосты поэтому пусть господь поможет разбираться с этим как можно быстрее чтобы не становиться заложниками этого положения и сейчас рассматривать жизнь фамаре мы можем только отчасти понять до какой степени могут пострадать дети от неправильных решений родителей и в данном случае ее судьба она практически была растоптана как она сложилась дальше мы мало знаем о фамаре что-либо конечно мы знаем что сделает потом о весоломе это мы посмотрим но по крайней мере для самой фамаре жизнь как будто бы даже закончилась в ее сердце наступила ночь и поэтому я хочу сейчас помолиться за таких людей если кто-то оказался в депрессии от насилия кого-либо вашу жизнь небесный отец я прошу сейчас и заступаю за таковых людей потому что только ты один знаешь где они проходили какой дорогой по какой причине случилось то что случилось я хочу заступиться за этих людей в молитве и попросить у тебя милости чтобы ты вывел на пространное место и дал устройство семьи устройство личной жизни над теми судьбами над которыми навис домоклов меч господь выйди навстречу таковым людям если за них некому молиться если родители открыли двери то я прошу тебя пусть церковь сегодня она заступится за них пусть в церкви сейчас будет это возможность силы голоса остановить ненависть остановить волну зла который может захлестнуть судьбы человеческие наша молитва к тебе в понимании что власть твоя в состоянии решить эти вопросы во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания господи